Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Так начинается Евангелие от Иоанна. А теперь представьте себе, что на этом все бы и закончилось. Божье Слово так и осталось бы на небесах у Бога. Что бы произошло? Это благое Божье Слово никак бы нам не помогло. Так и в жизни. Евангелие помогает людям тогда, когда мы Его не только провозглашаем, а тогда, когда мы Его воплощаем. Присоединяйтесь к нам и узнайте, что значит воплотить Евангелие в жизни. Давайте мы продолжим чтение Слова Божьего. Откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Мы прочитаем первый и четырнадцатый стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели Славу Его, Славу как единородного от Отца. Как-то однажды на выставку достижений науки и техники привезли бушменов. Бушмены – это племя в Африке, которое живет на уровне каменного века. К бушменам представили группу ученых-психологов, которым было интересно узнать, что же на выставке впечатлит этих простых людей больше всего. И бушменам показывали все, начиная от сверхзвуковых самолетов и заканчивая самыми современными компьютерами. Но оказалось, что ничто на этой выставке не произвело на этих простых людей особого впечатления. Белый человек для бушменов все равно, что полубог. И то, что белый человек нуждается вот в таких хитроумных вещах, это бушменам было понятно. Но поразнила бушменов совершенно необычная, казалось бы, совершенно простая вещь. Проходя мимо одной кухни, они увидели кран, из которого вытекала вода. И это крайне взволновало этих простых людей. Вода – самое необходимое для бушмена. В поисках воды они проводят много часов, иногда проходя по нескольку десятков километров в день. И здесь они увидели, что белый человек эту драгоценную жидкость добывает просто из стены своего дома. И вот это их больше всего впечатлило. Это было для них настоящее чудо. Вы знаете, в мире немало чудес, которые поражают воображение. Но гораздо меньше тех чудес, которые были, кроме этого, еще и нам полезны. Бог – это чудо. Это чудо, которое нас восхищает. Которое нас потрясает. Которое просто ошеломляет. Но если это чудо не войдет в нашу с вами жизнь, это чудо не может быть нам полезным. Оно не затронет нашего сердца. Оно не изменит нашей жизни. И Бог это прекрасно понимал. И поэтому Бог делает себя нужным. Он решил войти в нашу жизнь и прикоснуться к нам. Бог решил затронуть наши сердца. И у Него есть замечательный способ, как Он это делает. Бог избирает способ, который называется воплощением. Вы знаете, воплощение – это самое мощное средство, которое использует Бог для того, чтобы изменить этот мир. Он использует воплощенное слово. Мы читаем, мы прочитали с вами в этом тексте. В начале было слово. Что это значит? Когда-то на небесах было слово. Была прекрасная теория о том, как нам с вами здесь на земле жить счастливо. У Бога было слово о том, как в мире можно накормить всех голодных, и все будут сыты. У Бога было слово о том, как сделать на земле полный мир, устранить конфликты, войны. У Бога было слово о том, как сделать семью счастливой. Как сделать так, чтобы браки не разваливались, чтобы дети вырастали в семье. У Бога было слово. У Бога когда-то на небесах было Евангелие. Но до поры до времени это Евангелие было бесполезно. Оно не помогало миру. Вы знаете, мы иногда удивляемся. Мы читаем в Слове Божьем, что Евангелие – это сила, которая изменяет мир. Это сила, которая может изменить нашу с вами жизнь. Но часто мы видим противоположное. Мы читаем Библию – жизнь не меняется. Мы днюем и ночуем в церкви – жизнь не меняется. Мы начинаем что-то говорить нашим соседям – они в церковь в вине приходят. Слово Божие полно. В богословских библиотеках, по радио, по телевидению, в церквях хоры поют. А жизнь не меняется. Почему? Вы знаете, Бог знал причину. Он знал, что до тех пор, пока Слово, пока Евангелие на небесах, оно не коснется земли. И Евангелие нужно опустить на землю. И Евангелие должно ходить по земле. И поэтому Господь использует метод воплощения. Вы знаете, мы иногда этого не понимаем. Но Господь преподает нам через этот текст этот удивительный способ евангелизации мира, евангелизма. Он говорит, что вначале было Слово, оно было на небесах, но наступило время, когда это Слово сошло на землю и принесло с собой благодать, истину и открыло Божью славу. Это Слово воплотилось. Оно приобрело кости, плоть, оно стало ходить по земле. Вы знаете, Бог мог бы использовать метод евангелизации, например, провозглашение. Слово можно было бы провозгласить. Например, Он бы поручил это слово сказать Архангелу Гавриилу. И Архангел Гавриил бы затрубил в мощную трубу и собрал бы огромную аудиторию, и сказал бы самую потрясающую проповедь. Но Бог не избирает этот метод. Бог мог бы провозгласить Свое Слово с помощью небесного ангельского хора. И Он бы пропел Евангелие в сопровождении самого удивительного, самого прекрасного оркестра во Вселенной, ангельского оркестра. Но Бог не избирает и этот метод. Бог не избирает провозглашение. Бог не избирает ни музыку, ни пение. Бог избирает воплощение. И этим самым Он учит о том, как мы должны принести Слово Его в наш мир через воплощение. Что это значит? Что значит воплотить? Мы читаем, «И Слово стало плотью, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». «Воплотить Слово» Вообще, воплотить значит сделать видимым, явным. Это первое значение. «И Слово стало плотью, и мы видели, и мы видели». И Иоанн говорит, «мы видели». Есть такая поговорка, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Знаете, в этом мире дьявол пытается сделать все, чтобы люди не видели Бога и не видели Его славу. Когда-то в советское время, советская пропаганда, она искажала образ Бога. Она затемняла. Она рисовала Бога либо смешным, либо жестоким. Библию подавали самым невероятным образом. Вы знаете, сегодня продолжается искажение образа Бога. Сегодня затемняется Бог, скрывается только за другими вещами. Часто вокруг себя мы ничего не видим. Наши глаза перегружены совершенно другими образами. И вот эти образы мирские, они портят нам зрение. Суета по телевизору, по интернету, суета на работе, дома. Они так повлияли на наш дух, что мы не способны иногда разглядеть Бога и Его славу. Вот для того, чтобы люди разглядели, для того, чтобы люди увидели, Господь использовал способ воплощения. Христос приходит, Он воплощается. Мы читаем, и мы видели славу Его. Как-то в одном храме на своде купола была написана прекрасная фреска. Но для того, чтобы разглядеть это прекрасное произведение искусства, посетителям приходилось сильно запрокидывать голову назад, чтобы рассмотреть то, что там находится наверху. И вот тогда администрация храма решила сделать нечто необычное. Они решили установить зеркало для того, чтобы эту всю красоту перевести на уровень глаз посетителей. Зеркало стало отображать это все. Вот так и Христос. Когда Он пришел, всю эту красоту, всю благодать Божью, Он принес с собой. Он стал его отображать на уровень, доступный нашему восприятию. И теперь каждый мог увидеть, как живет Бог. Каждый мог с Ним поговорить, пожаловаться Ему и даже поспорить с Ним. Христу дали имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Представьте себе, что Христос поселился в Одессе. Представьте себе, что Он поселился в вашем микрорайоне. Представьте себе, что Он поселился на вашей улице, в вашем доме, на одной лестничной клетке с вами. Вы представляете, какая это возможность? Интересные детали жизни Христа. Когда Христос начал свое служение, двое иоанновых учеников пошли однажды за Ним. Он оглянулся, видит, идут двое. Он поворачивается и говорит, что вы хотите. Они сказали, учитель, где живешь? И Он пригласил их к себе в гости. И написано, что они пробыли весь тот день. Вы знаете, людям хочется увидеть, как Бог живет. И Бог им показал, вот так вот, три с половиной года. Они ели с Ним за одним столом, они ходили, они ловили с Ним рыбу. Он учил их, они видели, как реально практически живет Бог. Вы знаете, воплотить, это значит открыть, явить людям в себе образ Христа. Апостол Павел говорит, дети мои, доколе не изобразится в вас Христос. Он не говорит, ну, когда вы наконец станете провозглашать, проповедовать, или когда вы наконец станете стройно петь хором, для того, чтобы передать мое Евангелие. Он говорит, дети мои, доколе образ Христа не проявится в вас. Как-то в 80-х годах прошлого века поезд направлялся из Винницы в Одессу. Поезд был, в одном из вагонов было 55 человек баптистов. Это был хор. Вы представляете себе, когда вы попадаете в вагон, где 55 баптистов, вы будто бы в раю. Но не забудьте, что вы в земном раю. Вы знаете, иногда в раю возникают напряжения. На одной из станций в вагон подсаживается бабушка. Проводник вагона посадила ее рядом с верующей молодежью. Те сидели на скамейках. Она бесцеремонно усадила бабушку возле них и сказала, вы будете здесь сидеть. Ну, молодые люди так посмотрели. Ну, пусть сидит бабушка. Но время шло к вечеру, к ночи, и надо было как-то укладываться спать. А куда бабушку? Бабушку девать некуда. Времена были советские, билетов не было, и люди добирались как могли. Все стали ворчать на проводницу, коситься на бабушке. Бедная бабушка себя чувствовала очень неловкой. Ей хотелось домой добраться, но ей не хотелось ущемлять молодых людей. Но, вы знаете, напряжение сняла одна сестра. Она говорит, бабушка, ложитесь на мое место. Всем сразу, знаете, отлегло от сердца, и в раю восстановилась опять благодать. Все легли спать, выспались до утра, а сестра просидела до утра. Утром поезд прибыл в Одессу, все стали выходить дружно. И проводница смотрела на них так очень строго, на этих молодых христиан. И вдруг с ней поравнялась вот эта сестра. Она остановила ее, взяла ее за руку, посмотрела ей в глаза и сказала практически перед всеми, так, чтобы слышали все. Она сказала, а в тебе точно как Христос сидит. И я запомнил эту фразу на всю жизнь. Вы знаете, очень хорошо видно, кто в нас сидит. Что или кто сидит в тебе. Какой образ ты проявляешь. Воплотить Евангелие, это значит открыть в себе образ Христа. И хочу сказать вам, если вы привлекаете людей, это Христос в вас привлекает их к себе. И Слово стало плотью, и мы видели Его. Понимаете, люди увидели в плоти Бога. И вот задача евангелизма, вот задача воплощения, чтобы люди рассмотрели сквозь наши черты, а не увидели черты Христа. Вот что значит воплотить слово. Вопрос. Делаем ли мы видимым Евангелие? Второе значение, слово воплотить, это значит поселиться рядом. Или поселиться между. Мы читаем, слово стало плотью и обитало с нами. Вот слово обитать в оригинале значит разбить палатку, раскинуть шатер. Вы знаете, это была извечная мечта древнего Израиля. Они мечтали о том, чтобы Бог поселился среди них. Когда Христос воплотился, Бог буквально поселился среди людей. Его слава залила пространство вокруг Него. Иисус Христос стал отображением Бога, всех Его прекрасных качеств, Его любви, мудрости, силы и терпения. Так воплотить слово значит поселиться. Вдумайтесь в это значение. Вы знаете, проблема современного христианства, а кажется, мы с вами относимся к современному христианству, да? наша иногда с вами проблема в том, что мы хотим изменить мир, не прикасаясь к людям. Не знаю, как вы, но я за собой часто это замечал. Вы знаете, мы хотим помочь миру на расстоянии. Мы очень желали бы евангелизировать, находясь в изоляции, в такой, знаете, благодатной изоляции. Кто-то сказал, что когда человек обращается к Богу, становится христианином, становится членом церкви, в течение двух лет он теряет до 80% своих неверующих друзей. Отпадает, он перестает дружить, перестает общаться. Мы заметили, пять лет мне довелось прожить в Канаде, и я наблюдал жизнь канадских христиан. И вообще жизнь зарубежных христиан. Вы знаете, очень интересно там живут люди. В городе самые престижные районы это на окраине. У нас самые престижные районы это центр. Особенно в советские времена жить в центре Одессы это было престижно. Иметь квартиру на Садово это было просто великолепно. Там же все наоборот. Все уважаемые, все порядочные, достойные люди стараются уехать из центра и жить на окраине. Центр заселяют чернокожие американцы. В Канаде это канадские индейцы. Они поселяются самые неблагополучные люди, поселяются там самое дешевое жилье и там самый большой уровень криминала. Мне рассказали историю, которая случилась в Калифорнии, во Фрезно. Это был один из самых криминальных городов. Там больше всего работы было для полиции. И все порядочные люди старались уехать из того места. Но однажды нашелся один христианин, он был врачом, и он решил поехать туда и поселиться в самой гуще проблематичного района. За ним поехали его друзья, а потом стали другие христиане приезжать и заселять с целью евангелизации. Через некоторое время уровень криминала упал, стал ниже. И те неблагополучные районы стали приобретать хорошую славу. Вы знаете, Христос сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил их от зла. Невозможно изменить мир, если мы не воплощаем Евангелие в смысле поселяемся. Что значит воплотить Евангелие? Это не только значит явить, это значит поселиться рядом. Я знаю, как мы привыкли абстрагироваться. Мы абстрагируемся от проблематичных людей, от попрошаек, от алкоголиков, от наркоманов, но мы тогда их никогда, мы так их никогда не изменим. Как-то один журналист наблюдал за матерью Терезой, которая работала в одном из госпиталей. Когда она закончила работу, он ей сказал, слушайте, вы знаете, я бы даже за один миллион долларов согласился делать то, что вы делаете. она сказала, вы знаете, я тоже за миллион долларов не согласилась бы. Я это делаю ради Христа, ради любви. Поэтому сегодня ее миссия в 127 странах и насчитывает десятки тысяч сотрудников. Вы знаете, Господь призвал нас не только провозглашать Евангелие, но и воплощать. вопрос, как вы собираетесь сегодня после окончания богослужения воплотить Евангелие? Значит, это можно сделать очень просто. Сделайте что-то конкретное, поставьте себе цель, и пусть это не будут какие-то большие дела, пусть это будет какое-то небольшое, маленькое дело. И вы увидите, как Евангелие начнет шагать по Одессе, по вашему микрорайону, а рядом с вами воплощение. И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И наконец последнее. Воплотить слово значит сломать барьер, значит разрушить преграду. Мы читаем об Иисусе Христе. Упразднил вражду плотью своею. Очень интересное выражение. Христос не установил мир между Богом и людьми с помощью армии. Он не установил мир между небом и землей с помощью дипломатии. Господь установил мир между небом и землей, которые были антагонистами, непримиримыми врагами. Христос устанавливает мир с помощью своей плоти, тела. Христос стал небесным агентом на земле, агентом мира, радости, любви и благодати. Мир земной отгородился от Бога, выстроил баррикады, построил заграждение. И вы знаете, грешному миру надо отгораживаться от святого Бога. Почему? Потому что мир погибнет. Сам Бог в своей праведности, сейчас я скажу нечто, возможно, не совсем привычное для нас, сам Бог поставил преграду между самим собой и нами. Помните, сначала это был херувим с огненным мечом в раю, затем это была черта, которая проведена вокруг горы Харива, Синая, на которой Бог разговаривал с Моисеем, и эту черту нельзя было переступить. Потом это была Скиния, святая, святая святых, куда приходили только особенные люди. Бог поставил преграду для чего? Для того, чтобы Его святость не убила нас, не погубила нас, и для того, чтобы подчеркнуть, что Он не имеет ничего общего с грехом, люди со своей стороны стали закрываться от Бога. Когда люди будут кричать «Горы и холмы, падите на нас», это что значит? Это значит преграда. И вот эту двойную преграду с одной и с другой стороны разрушил Христос своим воплощением. Он, одевшись в тело человека, обычного человека, Он пришел в наш мир и сумел убедить людей, что тот, который там на небесах, не против них, Он против их греха. И если люди покаются, святой и праведный Бог простит, очистит и примет. Это стало возможным, нас стало возможным убедить, потому что Христос взял на себя человеческое тело. Он проник в этот враждующий стан, лагерь и примирил нас с Богом. Вы знаете, нам нужно также стать носителями мира. А для того, чтобы стать носителем мира, надо воплотиться. Вы знаете, иногда воплощение очень непростое дело, потому что иногда нужно сбросить с себя обычное одеяние и одеть то одеяние, в котором ходят те, которых вы хотите достичь. Так однажды Хадсон Тейлор, основатель внутренней китайской миссии, это был один из необычных, кажется, в 19 веке, это был один из необычных христиан, когда он приехал в Китай, все миссионеры до него, они ходили, в костюмах, в обычной европейской одежде, говорили на английском языке и жили как англичане. Он один из первых, который оделся в китайский балахон, туфли с загнутыми носками, отпустил косичку, стал кушать то, что кушают китайцы и жить как китайцы, с него смеялись. Но благодаря этому воплощению он сумел убедить китайцев принять Иисуса Христа воплощение. Вы знаете, нам нужно подумать о том, как Евангелие воплотить в нашу жизнь, там, где мы находимся. Пусть Господь каждому из нас в этом поможет. Давайте вспомним еще раз текст, который мы начали. Вначале было Слово. Вы знаете, все, все воплощение должно начаться со Слова. Если нету Слова, не может быть и воплощение, воплощение не может быть раньше Слова. И если у тебя нету Слова, не думая о воплощении, все начинается со Слова, все начинается с Бога, все начинается с послания. Вначале было Слово, и Слово у Бога было, и Слово было у Бога. Если вы приобрели Слово от Бога, если оно внутри вас, кажется, это уже 50% победы, вы готовы на воплощение. У вас есть что передать, и я убежден, что в каждом из нас есть это Евангелие внутри, это замечательное Евангелие, которое может изменить соседей, которые рядом вокруг, оно может поменять дальних соседей, оно может изменить незнакомых людей, оно меняет. Это Евангелие, это слово есть внутри каждого из нас, но оно бесполезно до тех пор, пока оно не воплотилось. Вы понимаете, недостаточно Евангелие просто провозглашать, недостаточно Евангелие просто воспевать, недостаточно Евангелие только насыщать себя. Евангелие должно получить свое воплощение, и слово стало плотью, и вот тогда, когда оно стало плотью, вы увидите, как оно начнет действовать. Вы увидите. Вы знаете, даже в семье своей надо воплощать слово. До тех пор, пока дети не видят, как воплощается слово, они не становятся христианами. Я стал христианином, потому что видел христианскую жизнь своих родителей. Дети подражают не тому, что слышат, а тому, что видят. Нашей Элизии исполнилось недавно два с половиной годы. Когда я заезжаю в отбор, открываю ворота, это всегда событие для детей. Они всегда выбегают с криками «Папа приехал!» Наверное, все отцы знают, что это такое. Правда, приятно, да? Но самое удивительное, что, когда папа приезжает, Лиза, она начинает тоже вопить «Папа приехал!» «Папа приехал!» и бежит. Я думаю, откуда она, как она? Она увидела, откуда старшая сестра это делает. И вот они сначала Сашка сама делала, а теперь за ней это младшая Лиза. И вот они таким дуэтом вопят и бегут. Она видит то, что воплощается. Мы никак не могли ее научить говорить «Аминь» после молитвы. Мы говорим «Лиза, скажи «Аминь». Лиза не говорит «Аминь». Но когда мы постоянно говорим «Аминь», когда она увидела, как ее старшая сестра говорит «Аминь». Она стала также говорит «Аминь». Она видела воплощение. Вы понимаете, люди становятся христианами, когда они видят воплощение. И пусть Господь благословит каждого из нас и даст нам отваги воплотить его Евангелие в свою жизнь. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами. Благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.